Добрый день! Мы продолжаем разговор о русской литературе XX века, и наш новый герой — это Михаил Булгаков. Писатель, который на фоне своих современников, на фоне советской литературы 20-30-х годов выглядит какой-то совершенно невероятной беззаконной кометой, как говорит классик. Булгакова в советской литературе просто не должно было существовать. Он сделан из совершенно другого вещества, чем все его современники. Все его современники воспевают революционную романтику, Булгаков воспевает какие-то мещанские ценности — дом, быт, кремовые занавески, мягкий свет абажура и так далее. Единственный среди советских писателей. Да и если мы посмотрим на русскую классическую традицию, тоже кто там писал про то, как хорошо иметь свой дом с занавесками абажурами. Не в крови русской литературы писать о таких вещах. Булгаков — единственный из своих современников, не питал никаких иллюзий насчет советской власти. Ему просто был абсолютно неинтересен этот новый советский человек, вообще этот советский проект, вся эта идеология, весь этот новый советский быт. Булгаков с самого начала и до конца считал всю ту жизнь, в которой он живет, всю ту жизнь, которая вокруг него, абсурдным извращением, антинормой. Вот слово «норма» очень важное для Булгакова. И вот о том, как читать Булгакова на фоне его писателей-современников, почему Булгаков оказался таким великим мещанином русской советской литературы, о том, как строятся отношения Булгакова с властью и лично со Сталиным. Можно ли говорить о том, что «Мастер Маргарит» — это роман о Сталине, можно ли говорить о том, что Воланд — это Сталин, о том вообще, как Булгаков, интеллигент Булгаков пытался выжить в этом враждебном окружении в советской литературной и не только литературной политической среде, мы и поговорим с вами сегодня. Продолжение следует...